Антипремия «Золотые макарошки-2019» Стоила совраски 30 декабря 1 антипремия «Золотые макарошки-2019» С 2018 года ленинский комсомол проводит голосование на получение антипремии «Золотые макарошки». Статуэтка из позолоченных макарон вручается политикам и государственным деятелям за самые сомнительные высказывания и достижения. В 2018 году в народном голосовании уверенную победу одержала экс-директор Департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Гладских, заявившая, что государство ничего не должно молодежи, поскольку не просило родителей рожать детей. В этом году мы снова собрали для вас подборку наиболее одиозных высказываний чиновников и депутатов за 2019 год. Все ключевые темы уходящего года затронуты – пожары в Сибири, свалка в Архангельской области, пенсионная реформа, низкие зарплаты учителей и врачей, безработица и, конечно, уже летучие высказывания запрет эта свобода. Из более чем 30 высказываний, прогремевших на всю страну, мы отобрали 7 самых заметных. Чтобы определить, кто же из слуг народа проявил в этом году наибольшую заботу о людях, мы проводим открытое голосование антипремии «Золотые макарошки-2019» номинантами стали. 1. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, назвавший противников свалкившиеся всякой шелупонью. Да ну их нафиг, эти цифры! Если бы я ориентировался на цифры, мне нужно было бы повеситься 13 мая 2012 года. Черта с 2. Не дождутся, чтобы я повесился. Я 20 лет прожил здесь, у меня здесь дети родились. А всякая шелупонь, которая здесь никто, и звать их никак, пытается назвать меня то калининградцем, то украинцем. Мне плевать на их рейтинги и на то, что они думают. 2. Губернатор Красноярского края Александр Рус, убеждавший граждан России, что бороться с пожарами бессмысленно и вредно. Дело не только в правительстве. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а где это, возможно, даже и вредно. 3. Заведующая социально-экономическим отделением Курганского государственного колледжа Елена Яковлева, уверенная, что пособия по безработице развращают людей. Платя пособия по безработице, мы развращаем людей. Если мы берем, к примеру, Великую депрессию, то там люди умирали от голода, и именно это мотивировало их работать. 4. Руководитель администрации главы Чувашской республики Юрий Васильев, уверенный, что только ленивые учителя и врачи получают низкую зарплату. Есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. 5. Балерина Анастасия Волочкова, убежденная, что в низком уровне жизни президент и директора компании не виноваты. Мои хорошие, все, кому здесь в России не так. Вставайте и выезжайте в другие страны, живите там. Знаете, что должны сделать ваши 20 миллионов бедных, которых не устраивает Путин? Пусть они работают, они курят на заваленке и бычок. Пусть они работают и думают, что каждый из нас, что мы можем сделать для блага нашей страны. Почему мы за все должны винить президента, директоров каких-то структур, компаний? Почему мы не можем винить сами себя? 6. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова, считающая, что повышение пенсионного возраста – это стимул для людей быть здоровее. У меня есть знакомые, которым 65 лет. Их не то, что не выгнать на пенсию, они говорят, меняйте закон, делайте до 70. Есть ряд профессий, где 65 лет – это не ограничение. Образование, здравоохранение, культура. Кто там работает, умоляют, можно поднять пенсионный возраст, мы готовы работать, пока способны приносить пользу обществу. 7. Зампред Комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству Елена Мизулина, решившая, что запрет – это свобода, а право – это не свобода. Запрет – это самая большая свобода. А что такое право? Да это и есть самая большая несвобода. Я могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны. Голосование продлилось до 28 декабря. Победителем антипремии «Золотые макарошки-2019» стал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. 28 декабря завершилось голосование антипремии «Золотые макарошки-2019». В голосовании приняли участие несколько тысяч человек со всей страны. По итогам почетный статус лауреата антипремии получает губернатор Архангельской области Игорь Орлов, назвавший всякой шелупонью противников строительства мусорного полигона на станции «Шенс». С первых же дней голосования Игорь Орлов занял лидирующие позиции и по итогу набрал 45%, намного опередив своих ближайших конкурентов депутата Госдумы, олимпийскую чемпионку Светлану Журову – 15%, и зампреда Комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству Елену Мизулину – 14%. Вручение антипремии «Золотые макарошки-2019» состоится сразу после новогодних каникул.